Вечер пятницы 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 Вряд ли он за три месяца Потерял дар речи Что это? Это на самом деле Человека спасли? Или это Вброс какой-то? Ведь тут Тут нужно еще один момент Учитывать Тут я уж совсем Очень старого скептика Включу У них же сейчас Межвремени Между первым и вторым Туром президентских выборов А Эрдогану Ну по общему мнению Очень сильно Повредило Это землетрясение Потому что Чудовищных масштабов Катастрофа Которая во многом В таком Именно масштабе Разродилась Из-за того Что там Ну Нарушались Повсеместно и грубо Нормы строительства Что невозможно делать Без Покровительства чиновников А чиновники Подчиняются президенту Вот Поэтому Вот этот вот Масштаб смертей И разрушений Вменялся И вот тут Вот раз 22-го По-моему У них же Выборы Второй тур Вот это скептицизм И тут Вот дядечку Похоже на правду же Да? Может быть Это и в самом деле Правда Петр Тогда он должен Знаете Был что Вот его выносит Таким еле живым А он такой Тихим Срывающимся голосом Голосуй за Эрдогана А я успею Проголосовать за Эрдогана Спрашивает он У спасателей Так наверное Это должно было быть Вот Ну Все равно же хорошая новость Хорошая новость Вот у меня вторая Хорошая новость И тоже С участием президента Что характерно Так Есть такая Дивная страна Колумбия Которую мы Вспоминаем обычно Когда Несколько тонн Колумбийского Кокаина Найдут Видите Какие разные ассоциации Вот Ну Медельинский Картель В конце концов В конце концов Да В конце концов Там очень много лет В джунглях Шла партизанская война Так вот В Колумбии Летел Первого мая Вылетел самолет Маленький Сесна 206 Из Попробую выговорить Араракуары В Сан-Хосе Дель Гуа-Яври Отлично Да Хороший маршрут В Кокете Провинция Называется Кокет И самолет Подал сигнал СОС Потом Пропал с радаров Вот Было Там Сообщают СМИ Два пилота И Пять пассажиров Я не знаю Зачем маленько Сесне второй пилот Ну Может быть Либо ошибка перевода Либо что Вот В итоге Их искали Искали очень долго Самолет упал в джунглях А в джунглях Найти Бывает Порой И годы Занимает Но Вот Через 360 Нет 370 часов Поиска Спасатели Обнаружили Разбившийся Самолет Тело Пилота Погибшего Продолжили Уже По концентрически Расширяюсь Нашли Тело Второго пилота И пассажирки Которая Была Матерью Четверых Детей Которые Летели Вместе С ней Важный Очень нюанс Мама И дети Они Индейцы Вот То есть Они местные Жители Живут Они не в городе А вот Там в этих Условиях Значит Соответственно С детских Лет Они знают Что можно Есть Что нельзя Что может Сильно укусить И так далее В общем В итоге Продолжая Поиски Спасатели Наткнулись На Хижину Там Сезон Дождей Вот Кстати Поэтому У них Проблем С водой Не было Нашли Хижину Сделанную Из листьев Ну Огромные Эти листья Тропические Там Нашли Надкусанную Маракую Бутылочку С ручками И соской Для паения Детей Вот И ножницы Почему Бутылочка Для паения Детей Потому что Эти самые Дети Это девочка 13 лет И трое Ее братьев 11 месяцев 4 лет И 9 лет И когда Вот это Вот все Нашли Президент Страны Густаво Пьетро Который Не очень Популярен У себя В стране На всякий случай В твиттере Пишет После напряженных Поисков Которые Провели Наши Вооруженные Силы Мы нашли Живыми Четверых Детей Пропавших Без вести В результате Авиакатастрофы В Гуаевре Этой самой Радость Для страны Написал он Президент С хорошими Новостями Да На следующий День В тот же День К концу дня Вооруженные Силы Страны Заявили Что мы Никого Не нашли Вот это Да Вот Мы нашли Хижину Мы нашли Следы Которые Позволяют Предположить Что дети Все еще Живы Почему Они не Остались Возле Самолета Где их Вроде бы Легче найти По той же Самой причине В джунглях Можно искать Годами Они Очевидно Имея Представление О географии Этого региона Скорее всего Шли к реке Потому что Потом В СМИ Уже Появилось Заявление О том Что их Видели на реке В каком-то катере С кем-то Так Понимаете Это опять же Вот те самые Хорошие новости Которые Каждый Хочет услышать И до такой степени Хочет услышать Что даже президент Говорит Что детей нашли Когда нашли Только их следы Просто президент Хотел больше всех Услышать Я сейчас Как трейлер Послушала К фильму Который хочется Посмотреть И поняла Что по такому Принципу Должны строиться Хорошие трейлеры А у вас Обе новости Вызывают желание Посмотреть В турецком варианте Сериал А здесь Нет-нет-нет Я турецкий Не люблю Просто фильм На самом деле Да А я вот Я же видела Первую часть Этой новости Про как раз Вот это чудесное спасение Про пост президента В соцсетях Ну слушайте Ну обидно Вот прям Мне сейчас обидно Пока надежда Не пропала Я представляю себе Что вот эта 13-летняя девчонка В джунглях С тремя детьми С младшим У которому 11 месяцев Не просто 16 дней выжила А что вот еще ее нашли И она получается Спасла братьев У нас же правда Вот не только Хорошие новости любят Нас любят чудеса Помните историю Где там Где во Вьетнаме Или где Когда мальчишки Из какой-то футбольной Или какой-то команды Провалились в пещеру И тоже была история Когда там и местные СМИ Передавали каждый день О том Что им передают Там еду Или еще что-то И наши СМИ Подтянулись потом И тоже сообщали Что дети вьетнамские Или какие-то В этой пещере Что вот с ними налажена связь Что они держатся Там фотоаппарат спускали Фотографировали Не вьетнамские были дети Но какая-то вот Восточная национальность Они были со своим тренером Да Вот И там так получилось Что они Эта пещера была Заполнена водой Кроме той части верхней Где вот они на уступе собрались Там был доступ воздуха И так далее И вот спасатели К ним как-то пробирались Через Как Я уже не помню На деталях Как так получилось То ли тряхануло И вода туда хлынула То ли что Так тебе сейчас обидно За кого стало За девушку В которую возможно Не верят Или что Нет Мне просто стало обидно Что новости-то обе На лентах И на наших И не наших Они подаются Как уже свершившееся чудо А тут мало того Что в Турции Возможно и не турок Вовсе это В смысле возможно И не спасли его В смысле возможно И спасать его не надо было А это все Возможно и не было никого Да И тут понимаете Мужественно отважная девочка Спасавшая братьев Еще во первых Не найдена И возможно Тоже вся эта история А вы важный очень момент Подметили Что хочется Не просто добрых А чудесных историй Выиграешь лотерею Это что же чудо Да Это чудо И вот кстати Недавно была тоже новость Вы играете в лотерею? Да Часто? Ну наверное Сейчас достаточно Раз в месяц Примерно Когда у меня хороший день Или вот произошло Что-то прекрасное Я захожу на сайт Известный многим Покупаю лотерейный билет И выигрываешь? А вы знаете Да Я выигрываю Но у меня смешные выигрыши Я выигрываю стоимость билета То есть я выигрываю 150 рублей Причем вот на протяжении Уже достаточно долгого времени Если посмотреть на сайте Где я покупаю билет Историю выигрышей То у меня каждый билет Выигрывает стояло 150 рублей В зависимости от их стоимости Я ничего не теряю Но я и не выигрываю Шансы растут Почему? Ну как Вот при стрельбе Допустим Перелет Недолет И потом вилка Яблочко И потом вот те самые Большие суммы С красивым количеством нулей Да главное настрой По большому счету Лотерея Не лотерея Вот я голеностоп подвернула Хожу уже неделю хромая Сначала расстроилась А потом такая думаю А вдруг это для чего-то было нужно Вдруг таким образом Я избежала там чего-то нехорошего Для того чтобы ты в трампун сходила Катя Да, конечно А золотой теленок? Да Вот А вдруг это для чего-то нужно А может быть в этом Сермяжная правда жизнь Да, да, да В ассесуале Как вы изменились Да Ну что ж От чудесных новостей Мы перейдем к тому С чего собственно вы Петр подводились К болезням У нас карантин в Москве Введен из-за птичьего гриппа И это новость Которая после ковида Пожалуй первая такая история Которая привлекает наше внимание К очередной Не знаю Может быть эпидемии Назовем это так В Москве обнаружился птичий грипп И сразу в нескольких районах столицы Указом мэра Собянина Ввели ограничительные мероприятия СМИ поспешили сообщить Что В Москве В Москве свирепствует птичий грипп Собянин ввел карантин Мы-то карантин после ковида Себе как представляем Комендантский час На улице только в маске Кругом антисептики Перчатки И в общественный транспорт Без всей этой экипировки не попасть И птицы в противогазах И птицы в противогазах А на самом деле Просто установлены ограничительные мероприятия Которые на самом деле Запрещают перемещение птиц Яиц Заготовку и вывоз корма для птиц И также проведение ярмарок С участием пернатых Но звучит неприятно Тем более что К Москве Сегодня присоединились Сыктывкар или Калининград С теми же ронно самыми мерами По ограничению перемещения пернатых Но Что говорят эксперты Помните Геннадия Онищенко Не успели же еще Онищенко забыть Его забудешь Он объяснил что Карантин подразумевает серьезные ограничения А сейчас вводятся небольшие ограничения Но отметил что птичий грипп Известен человечеству относительно недавно Всего четверть века Количество заболевших им пока что не превышает тысячи человек Но при этом ученые отмечают Что болеют люди очень тяжело Люди заразившиеся от птиц Переносят заболевания крайне тяжело Птичий грипп обладает чудовищной летальностью В 50% Для сравнения ковид Спровоцировавший мировую пандемию На пике имел летальность порядка 10% Давайте к хорошему За 25 лет всего 1000 заболевших Да Это хорошее То есть если летальность Если летальность 50% Значит за 25 лет погибли 500 человек То есть по 20 человек в год Вот говорила мне мама учи математику На самом деле да Ну а для меня самая прекрасная в этой новости строчка Это то что если мимо вас пролетела птица Вы не заболеете Концентрация вируса в воздухе Должна быть большая И под То есть это нужно работать на голубятни Или в птичнике Да 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 все верно На голубятни И еще раз повторим Хоть десятый раз Самое главное что От человека к человеку Он не передается Хорошо У меня есть еще одна новость Про еще одну эпидемию В республике Тыва ввели карантин Из-за обнаружения у скота Сибирской язвы А? А это серьезно Так весело об этом рассуждаете Это действительно Какой-то он задали видимо С самого начала сразу Наверное да А вы помните фильм Робин Гуд Мужчины в трико? Нет Ну это такая пародия На Робин Гуд Принц Воров С Кевином Костнером Ну пародия Режиссер Мэл Брукс Это уже киноманам О многом говорит Вот так там К принцу Джону Приходит Шериф Натингенский С плохими новостями А принц Джон говорит А ты можешь мне Эту плохую новость Сообщить хорошо И тот Ха-ха-ха Вот сюда идет Робин Гуд Ха-ха-ха Он хочет вас убить Ха-ха-ха Примерно так сейчас Я с сибирской язвой Ну так вот Карантин введен Распоряжением главы В отдельном районе Был обнаружен У скота У крупнорогатого У коровы Возбудитель сибирской язвы Сибирская язва Также крайне опасная Инфекционная болезнь Из хорошего Также совершенно Она редко у нас Сейчас встречается На данный момент Вспышки сибирской язвы Регистрируется в России На сегодняшний день Но крайне редко Последний случай Был зарегистрирован В марте 23-го года В Чувашии У двоих человек Которые Насколько я помню Мы это обсуждали В эфире Купили мясо Которое оказалось Возбудителем Сибирской язвы Что самое интересное Что они потом То ли не купили Они продали это мясо Продали его цыганскому табору Табор купил зараженную тушу И растворился в закате А симптомы были обнаружены У мужчины Который забил Животное больное У его жены И позже был выявлен Еще один случай В ходе мониторинга здоровья Тех кто контактировал С первыми заболевшими Про цыган С тех пор ничего не известно То есть где-то ходит Цыганский табор Съевший тушу Я могу опять же предположить Что вот Угроза сибирской язвы Стала намного меньше Чем допустим В 19 веке По двум причинам Ну во-первых Естественно Все-таки развитие здравоохранения И ветеринарии А во-вторых Это то что у нас Скукожилось сельское хозяйство Скукожилось это прям Ведь раньше бесконечно Проводили ярмарки Где вот Коловращение скота И крупного рогатого И мелкого копытного И птичика всего Прочего То есть огромное количество Животных И людей На относительно Небольшой площади То есть подхватить Одной корове Грубо говоря Другой И потом это будет Разнесено в другое село А там коров Выпасают общим стадом Допустим То есть вот это вот Распространение сибирской язвы В том же 19 веке Было стремительным Несмотря на отсутствие Автомобилей и самолетов А сейчас наоборот И даже у нас В Мурманской области Где сельское хозяйство Никогда не было Самой процветающей отрасли Есть захоронение же И у нас если не ошибаюсь Три сибироязвенных захоронения На территории региона Есть И время от времени Наши экологи Или какие-нибудь там Роспотребнадзоры Говорят о том Что все хорошо Все содержится в нормальном состоянии Из чего я делаю Сразу два вывода Первое До сих пор может Что-то произойти Если это куда-то потечет Там если что-то еще осталось А второе Что ну с другой стороны Хорошо что за ним присматривают Это называется скотомогильник Вот И действительно положено По санитарным нормам Его периодически Их периодически осматривать Во избежание того Что какой-нибудь Не очень умный человек С лопатой Может вызвать Маленькую катастрофу Местного масштаба Истории же помните Тоже еще страшилки Вот эти вот То что якобы В конвертах там пересылали Со спорами с бактериями В почтовые ящики А сибирскую разве? По-моему сибирскую Ну Вариант биологического оружия Ну был еще вариант С Колином Пауэллом С пробиркой Ну это совсем фантастическая история Ну тоже сибирская язва Что там обозначена была Мы прервемся на рекламу А после нее расскажем вам Еще массу интересных новостей Продолжаем Обсуждать новости Присоединяйтесь Это можно сделать По номеру 45-09-45 Если вы хотите дозвониться Если вы хотите дописаться Дописывайтесь По номеру 8-921-045-1045 Вашему распоряжению Вайбер, Ватсап Или Вариант смс-сообщения Для ретроградов Тем более Как мы сейчас предупредили Битва грядет Да Хотим мы обсудить Спорный законопроект Который рассматривает Наша Государственная Дума Он позволяет регионам Самим решать Что делать с безнадзорными животными В том числе Применяет ли эвтаназию РБК опубликовал Достаточно большой материал В котором они опросили Инициаторов законопроектов Противников законопроектов Зоозащитников В общем всех Кто так или иначе Имеет отношение К обращению К защите А у вас масло масляное Потому что Противники законопроекта Это и есть зоозащитники Нет Не все Не все Я тут готова Прямо начать спорить Потому что Какой Бурматов зоозащитник Он депутат Госдумы Но он ярко протестует Против этого закона В чем суть Законопроект предполагает Прописать Что по решению главы региона На его территории Может быть установлен Свой порядок Обращения с безнадзорными животными В таком случае Разрешается не учитывать Некоторые положения Федерального закона Среди которых Запрет на применение При отлове животных Вещества, лекарственных средств Или способов Или технических приспособлений Приводящих к увечиям, травмам Или гибели животных Среди других положений Федерального закона Которые можно будет Не учитывать Также передача животных В приюты после отлова Возврат потерявшихся Животных и владельцам Поиск новых хозяев Для бездомных животных Или обязательная Видеозапись Процесса отлова И другие Резкие высказывания Зоозащитников Ожидаемо последовали За данным законопроектом Люди, которые занимаются Выхаживанием больных животных И их дальнейшим пристройством Справедливо, на мой взгляд Опасаются, что Главы регионов Вместо строительства приютов Или надзора за структурами Выполняющими отлов Будут просто усыплять Всех бездомных животных Попадающихся на улицу Потому что сдержание приютов Это дорого, как минимум Как минимум Главы регионов будут это делать Ну, не лично главы Не лично губернатор Со шприцом пойдет, конечно Но, тем не менее Я думаю, что это опасение Уточните, пожалуйста Губернатор и налично Принимает такое решение Или по согласованию С областным законодательным собранием Указано, что это будет в полномочиях Главы региона Любопытно Каждый ли рискнет? В таких случаях хочется разделить ответственность С депутатами Вы знаете, меня в стройном хоре За защитников Смущают их аргументы Не все, но некоторые Я, ну, прям скажем, не садист И, да, я в детстве пару раз дернул кота за хвост Но этим и ограничилось Они же царапаются Очень доходчиво Могут за себя постоять Да Так вот Одно из высказываний в данном случае Что отстрел Ну, или эвтаназия Более гуманная Этих животных Бесхозных Диких Не приводит к снижению популяции Но тут, по-моему, просто Проблемы с арифметикой Видимо, кто-то болел Когда вычитания проходили Во втором классе Или в первом Потому что, ежели усиленно Отстреливать То популяция снижается Это, знаете ли, не люди У которых после войны Повышается рождаемость Это все-таки животные И их способность размножаться Зависит от кормовой базы То есть, если бабушки И владельцы, допустим Гаражных кооперативов Ну, я достаточно условно говорю Подкармливают То тогда животные будут плодиться А если не подкармливать И отстреливать То Ну, это арифметика Логично Да, но с другой стороны У нас сейчас не работает Другая история У нас сейчас почти все Бездомные собаки Это можно прям наглядно Увидеть с бирками в ухе Стерилизованные Но при этом откуда-то Остальное вот это вот Поголовье А прирастающее Она берется И тут мне тоже есть Что сказать Все та же самая Зоозащитница Которая вот В этом большом материале На РБК Она там Основной, собственно Спикер с той стороны Фронта Если так можно сказать Она говорит о том Что вот Эта программа Отлов Стерилизация И выпуск На свободу Вот Что Вот это хорошо А отлов И эвтаназия Это плохо Потому что на отлове И эвтаназии Отмываются деньги Извините Но деньги Как-то проще Если собаку убили То ее Труп предъявляется Только тогда Деньги выплачиваются Тут сложно Отмывать деньги А вот когда Отлов Стерилизация И выпуск И когда Собаки с бирками Вдруг потом Раз И у нее Шесть щенков Да Такое тоже бывает Потому что как раз Вот в этом случае И имеется Поле широкое Для махинации Когда никакой Стерилизации Не проводится Вот Цепляется бирка Денежки получены А собачка Иди дальше Гавкой На самом деле Все еще Как бы циничнее У нас была Зафиксирована история Когда Ощенилась собака А не то что с биркой В ухе А еще и со швом На животе То есть которая По всем параметрам Должна была Простерилизована быть А деньги Действительно за нее Были уплачены Но тогда мы упираемся в то Что у нас нет контроля За структурой О чем собственно и говорят Зоозащитники Нет контроля за структурами Которые отвечают За отлов и стерилизацию Если бы они выполняли Свой функционал полностью Если бы они не выпускали Собак где попало Опять же Потому что Забирая собаку в одном месте Стерилизуя ее И выпуская в другом Они как раз и формируют Эти чудовищные стаи Когда собака Из привычной среды Помещается В непривычную среду Где уже обитают Другие особи Мы получаем агрессивную стаю И если бы за ними Был должный контроль И контроль со стороны Правоохранительных органов И контроль со стороны Власти региональной То тогда мы имели бы Меньше проблем Да Саша Есть еще человеческий фактор Чиновники Контролирующие надзорные органы Волонтеры Я сейчас не хочу Тыкать пальцем Ни в коем случае Не буду конкретизировать Но всегда там Где есть деньги Всегда есть утечка Этих денег Туда куда не надо Даже защищая Одну из волонтерских организаций Которая занималась С содержанием Ну условно там Приюта Короче помогали Поддерживали Собак бездомных И кошек Была неприятная история Вынесенная На суд общественности Средств массовой информации Связанная С оплатой Коммунальных услуг И когда мы там Просто с кровью И с глаз Мы там бились И отстаивали Интересы этих ребят И когда мы сделали Уже репортажи И потом нам хорошенько За эти репортажи Влетели Влетело То ребята с другой стороны Которые якобы плохие Они сказали Что как бы Вы конечно молодцы Вы защищаете животное Защищаете людей Которые защищают животных Но не так все прозрачно Я с этим не спорю Но я просто к чему веду К тому что у нас получается Что люди выбрасывают собак Люди подкармливают собак И не стерилизуют своих питомцев Которых держат на самовыгуле Те люди которые должны Отвечать за стерилизацию И за нормальное распределение После стерилизации этих собак Не выполняют свои обязанности Ну вообще да Власти не строят приюты Которые они должны строить Сейчас по федеральному закону А расстреливать мы будем собак Давайте опять же я повоюю немножко Значит смотрите Вот этот вот закон Отлов, стерилизация, выпуск и так далее Он я бы сказал Закон такой европейского типа Да Очень прогрессивный Страшно такой либеральный Вот У нас Я вот жду с нетерпением Была у меня коллега Она была вот Лютая собакофилка Если так можно сказать Она на полном серьезе Не в шутку Говорила что собаки Лучше чем люди И у собак должно быть Больше прав чем у людей На полном серьезе Ну это крайность А человечек уже очень много Но таких много Я жду с нетерпением Когда собакам дадут право голоса Да Потому что похоже Что к этому уже все и идет У нас очевидно В стране У людей решены все проблемы Нам вот больше Но заняться просто нечем Как на Всероссийском уровне Месяцами Кремить Годами Госпожу Госпожу Авксентьеву За ее Эту вот Законодательную инициативу У них в партии Там идут бурления Потому что она Из партии Новые люди Насколько я знаю Депутат Госдумы Она из Якутии Где Скажем так Собаки являются еще собаками А не полугражданами Там люди как-то живут на земле В суровых условиях Поэтому Собака там собака И она вот Собственно инициатор Этого достаточно жесткого Законопроекта Но в новых людях же Новые люди Они же все вот Прогрессивные И поэтому они все против нее Свои единопартийки Вы упомянули Выбрасывание Собак на улицу Хозяева Да И Фактически Сейчас пока Ответственности За это нет Никакой Никакой Вот А давайте Раз мы что-то Пытались взять Прогрессивное В Европе Давайте посмотрим Как у них Вот В Испании Например Вы в курсе Что там Собачку завел Изволь Пойти Издать вместе с ней Кал Что Собачкин Понятно Так Собачкин Кал Проводится анализ Вбивается В картотеку Вот И если на улице Нашли Какашку То ее Несут на анализ Ого И потом По картотеке Выясняется Чья это Там нет ничьих Собак Вообще Понимаете Это хорошая история Когда нет ничьих Собак 5000 евро Штраф За какашку На улице Хозяева Не имеют Права Размножать Своих Животных Да И это тоже правильно Но просто я боюсь Что в нашей стране Мы не доживем Да Мы то с вами Точно не доживем До штрафа За какашку А вот Отстрел собак Который может вернуться На нашу улицу Это перспектива Ближайшего будущего Если бы Ввели бы Штраф за какашку В миллион рублей То все бы ходили С пакетиками Согласна Или эти какающие Кляксы Вот Исчезли бы Из квартир Согласна Потому что Мы Мы в большинстве Своем Живем в бетонных Человейниках И когда в таком Человейнике Рициншнауцер Какой-нибудь Или черный Терьер Да даже В конце концов Ротвейлер Милейшие Там Имеются собаки Если хозяева Вменяем Вот Даже для такой Квартиры Я уж извините Много лет прожил Со своими родителями Соседом сверху Был Тогда еще не губернатор Юрий Евдокимов Так И у него был Рициншнауцер Вот Они когда все Они все Работали и учились А у меня бабушка Была Парализованная И вот они уходили И в 8 утра Собака начинала Выть И выла до 17 Не переставая У Евдокимова Была дурно Воспитанная Собака Нет Она была Одна Нет Это же все равно Воспитание Собаки И какая-то Дисциплина В ее проживании Потому что У других тоже Собаки остаются Они не водят Это понятно К чему вы Но вот Проблему Я все-таки Пытаюсь понять Петр Вы вот этот Законопроект Поддерживаете Или все-таки Нет На мой взгляд Он слишком Либеральный В какой Понимаете Главам регионов Давать право Мы живем В вертикально Ориентированной Стране Да Да И более того Значит должен быть Суровый федеральный закон Чтобы было Как извините В нелюбимых нами Всеми Соединенных Штатах Поймали собаку Поместили в питомник Две недели Ее там держат Объявление дали Собаку никто Не забрал домой Мы будем помнить Тебя и скорбить Да Но эта ответственность По сути У нас ответственность Наступает для животных Понимаете Вот в такой парадигме Не для людей Никакой ответственности У животных нет Почему Убивать того У них нет права голоса Пока Соответственно Нет ответственности Слушайте У меня еще такой вопрос Эфтаназия Это эфтаназия А что с утилизацией Кремация Да У нас же есть Кремация Для животных У нас есть Кремация для животных Кремация Животных Занимается Та же компания Которая сейчас у нас занимается отловом И по совместительству та же самая компания Которая так часто попадает в соцсети и СМИ С историями о том, что они ловят домашних животных И потом их приходится выкупать как заложников Невозможно поймать домашнее животное Оно с хозяином Но у нас самовыгул, от этого никуда не деться Это отвратительное явление, но оно есть Это преступление, ну точнее это административное правонарушение Но на мой взгляд это преступление Ну тогда будем считать, что эти товарищи берутся С несознательных хозяев штраф в виде выкупа Если государство не в состоянии это сделать Тогда это будет делать бизнес Если вы хотите присоединиться к обсуждению острой этой темы 45-09-45, пишите по номеру 8-921-045-1045 А между тем у нас будет прямой эфир На котором можно будет задать вопросы По теме отлова бездомных кошек и собак Это будет прямой эфир не на Большом радио А в социальных сетях Центра управления регионом ЦУРа Или этот эфир можно будет посмотреть в интернете В социальных сетях нашего комитета по ветеринарии Алексей Касаткин будет отвечать на вопросы Которые будут поступать в том числе под трансляцией Так что если у вас есть какие-то вопросы На которые вы хотите, чтобы вам ответил чиновник Который непосредственно в нашем регионе отвечает В том числе и за отлов, и за содержание И за санитарные нормы, касающиеся собак То, пожалуйста, вы можете присоединиться к этому обсуждению Уже висит анонс, под которым можно оставить свой вопрос Ну или 23-го числа вы можете посмотреть эфир или запись эфира Это такая уже вялотекущая история на самом деле Поэтому даже я уже сижу так Мне близка эта тема, у меня у самой собака Но я уже на это вяло реагирую Потому что из года в год мы все время говорим Говорим о каких-то инициативах, о каких-то изменениях Я повторюсь, можно подумать Это самая острая в стране проблема Все остальное уже порешали По-моему, это такая, знаете, косточка брошенная Для отвлечения общественного мнения от чего-то Я даже не знаю от чего, более важная Ширма? Вот давайте рубитесь, зоозащитники и зооненавистники Да, им же там красная тряпка Подеритесь еще Ну что ж, давайте тогда обсудим тему, которая, возможно, ближе к большему кругу людей У нас коньяк армянский может исчезнуть с магазинных полок Я думаю, меньше круг людей Из нас, по крайней мере Людей, у которых нет Я беру широко, в масштабах страны Людей, у которых есть собака или кошка Гораздо больше, чем тех, кто пьет армянский коньяк Я так думаю, по крайней мере Ну что ж, власти Армении у нас сообщили о запрете на поставки Аррата в Россию Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Прекратил экспорт своей продукции в Россию Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Кирабян Но как мы с Петром вот до эфира успели обсудить эту историю Заявление на самом деле очень странно выглядящее Если его прочитать дословно, то Армянский чиновник говорит следующее У меня нет официальных данных, но кажется, это официально Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию Это может повлиять на закупки урожая винограда Мы должны следить за обстановкой, реагировать по мере необходимости Сказал он на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам Тут сразу несколько вопросов Во-первых, Ваган Кирабян не является владельцем французской компании Перно-Рикар Это, кстати, вторая в мире по объемам продаваемого алкоголя компания Которая принадлежит к куче известных брендов Я не буду их называть, чтобы... Не прорекламировать ненароком Перно уже понятно, что имеется в виду в конце концов Так вот, он все-таки не собственник Ни Перно-Рикар, ни Ереванское коньячного завода Поэтому из его уст такое заявление Ну, несколько причинное Потом он наверняка говорил это по-армянски Трудности перевода, да, неправильно перевели А мы читаем новость на одном из российских ресурсов Тем более я не понимаю связи между решением о прекращении экспорта коньяка в Россию И у нас будут сложности с закупкой винограда Какого винограда? Понимаете, ведь вот там дальше в этой новости сказано Что меняется процентное соотношение Вин и коньяков? Нет, сортов винограда, которые в Армении выращиваются Потому что есть условно коньячные сорта На самом деле вино делается из этого А потом вино перегоняется в дистилляционном кубе Вот в бочечку и... Получается коньяк Но все равно вина и коньяки делают из довольно-таки разных сортов винограда Так вот, у них увеличиваются площади под винными сортами винограда А не под коньячными Но какая здесь связь, абсолютно непонятно Понятнее другое То, что вот есть такой доклад Анализ рынка коньяка в Армении Там сказано, что с 2017 по 2022 год Экспорт в Россию армянского коньяка вырос аж на 85% До 54 с хвостиком миллионов литров И понимаете, вот если... Ну понятно, почему господин Киробян говорит о том, что экспорт коньяка в Россию Скорее всего, правильнее сказать, может быть прекращен Потому что Перно-Рикар остальные виды своей продукции в Россию после февраля прошлого года Не везет Да Решил не продавать Правда, некоторые из марок, которые принадлежат этому концерну Я буквально вчера видел в магазине на витринах Ну, возможно, это остатки Остатки распродают Никак мы вот не... Мы же малопьющая страна Действительно Никак не допьем Ни армянский коньяк, ни все то, что продается под другими марками Так вот, нюанс, ну уже если без шуток А куда денут армянский коньяк, если не в Россию? Это традиционное место потребления коньяка армян Во Франции его продавать нельзя Вот Вы помните, Кристиан Диор выпустил в начале 90-х духи, которые назывались шампань Да Вот я вот жене тогда в 93-м году из Швеции, которая не была членом Евросоюза, привез эти духи Ну вот Если бы Швеция была членом, там бы они не продавались, потому что производители шампанских вин, ну это вот, на мой взгляд, полный мораль Засудил бы в усмерть Они засудили Кристиан Диор и лишили его права продавать духи с названием шампань Ну, понимаете, это только в джентльменах удачи Можно пить одеколон и попутать шампанское и женский парфюм за 150 евро Ну, кстати, это тогда 150 евро, а сейчас вот как ценитель и как парфюмоньяк я вам хочу сказать, что сейчас этот шампань стоит таких бешеных денег В том-то и дело, что он на вот каких-то винтажных распродажах есть, его на разлив по капелькам продают, но как бы стоит очень дорого Ой, слушайте, вам как девочкам должно быть интереснее, чем коньяк Не помню точно, в 2005 году, по-моему, я с группой журналистов прилетел в Рим Там была встреча Путина и Берлускони, вот типа мы ее освещали Ну, у нас был накануне свободный вечер, мы решили прошвырнуться по Риму, тем более у нас в группе был коллега Он курсом раньше закончил мой журфак и после журфака учился еще год в Римском университете Он, Рим, знал досконально, не по путеводителю И вот мы, значит, побежали использовать этот вечер Сбежали по лестнице Испании на Пьяццо Спания А из нее идет улица, дай бог памяти, Виа Кондотти, по-моему Вот там бутики все вот эти вот, все абсолютно А ей перпендикулярно, по-моему, Виа Корса И вот мы идем, а моя жена очень любит духи Бенетон Трибу И как раз получается на этом Т-образном перекрестке напротив магазин Бенетон Я говорю, мужики, нам туда Мы забегаем, а там за прилавком, вот прям за центральным магазином очень большой Стоит такая фемина, такая, нет слов Там 90-60-90, даже скорее 120-50-120 Красота Там пятый номер, огромные глаза вот такие вот Голубые Гора волос прекрасных Я ей говорю, мне нужны духи Бенетон Трибу Она распахивает еще больше эти огромные глаза И ангельским голосом слышно Она говорит, а мы делаем духи? Я говорю, да Ну, на момент-то я пойду узнаю Вот, возвращается улыбка у нее, такое ощущение, что на затылке сходилось Да, мы действительно делаем духи, но в Евросоюзе мы их не продаем Вот так вот, исключительно на другие страны Ну, это, кстати, тоже интересная история Но и с духами у нас сейчас, наверное, все обстоит еще хуже, чем с коньяком Возможно, будет с армянским А я же, когда эту новость увидела, вспомнила эту расхожую чудесную фразу Вы перестали пить коньяк по утрам? Так вот, скоро все, кто пил, и перестанут Завершаем мы эту новость важной и нужной фразой Минздрав Российской Федерации предупреждает вас И мы тоже И мы тоже предупреждаем вас, что злоупотребление алкоголем чрезвычайно вредит вашему здоровью И бюджету И бюджету, да, со страшной силой Поэтому берегите и то Но помогает бюджету Российской Федерации В общем, короче, берегите либо одно, либо другое А лучше все это вместе сразу Тем более, что, кстати, в Мурманской области появились вакансии со сверхзарплатами Да ладно Да, новость сегодняшнего дня Бросим пить, начнем работать Да, зарабатывать вот эти деньги, а уже там, глядишь, опускаться во все тяжкие Российская крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы сотрудников Проанализировала более 7 тысяч вакансий, открытых в Мурманской области И выделила десятку предложений с самой высокой зарплатой Вот я вас сейчас, наверное, все-таки, я надеюсь, удивлю Ну, во-первых, я вас удивлю тем, что по версии этой платформы Средняя зарплата в Мурманской области составляет 72 205 рублей Я вас тоже перебью и тоже удивлю Если верить этой новости, которую опубликовало одно местное СМИ Получается, что 210 больше, чем 250 А теперь давайте дальше Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий в первой половине мая в Мурманской области Стало предложение для заместителя регионального руководителя сервиса В крупную дистрибьюторскую компанию Зарплата составляет 210 тысяч рублей на руки Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо высшее образование, техническое, релевантный опыт не менее 5 лет И знания нормативных, методических и других материалов по организации ремонта оборудования На втором месте вакансия заместителя директора по капитальному строительству от строительной компании Давайте прям тогда сразу посмотрим, что это 200 тысяч рублей на руки Дальше у нас в списке судовой врач 180 рублей на руки Инженер от 150 тысяч рублей на руки Технолог рыбоперерабатывающего производства на берегу от 150 тысяч А теперь то, о чем вы говорили, Петр Врач-стоматолог-хирург на шестом месте зарплаты от 250 тысяч рублей на руки А почему здесь чиновников нет? У них нет таких зарплат Да? Нет Все места заняты Подождите, нет вакансий А, действительно, да, тогда что бы там говорить? Как говорил мой друг, врач-патологоанатом Тогда он еще не был патологоанатом По вашим талонам здесь все съедено Помните, когда продукты были по талонам? Ну и еще у нас в списке горномонтажник подземный Четвертого-пятого разряда от 160 до 180 рублей Машинист Машинист самоходной машины БелАЗа 148 тысяч рублей до вычета налогов Ведущий инженер ПТО 135 тысяч рублей на руки Бизнес-партнер по персоналу дивизиона от 140 до 200 тысяч рублей до вычета налогов За что же я гуманитарий-то, а не технарик А я поняла, что я вот хотела быть, когда-то мечтала я быть врачом Причем я бы хотела быть как раз как ваш друг Петр, патологоанатом Мама, надо было вот в стоматологе пробиваться И глядишь бы, я бы вот По поводу тех, кто услышав зарплату в 180 тысяч рублей для судового врача Я бы хотел чей-то пыл, возможно, охладить Потому что там такой список требований, что, поверьте, ого-го Значит, ну, естественно, диплом о высшем медицинском образовании Тут говорить смешно, да? Действующий сертификат скорая медицинская помощь Ну, понятно, что судовой врач, возможный травматизм Там, пока дождешься вертолета с берега, то, может быть, поздно Вот Кстати, я помню, это было очень давно Вас еще на свете не было Был сюжет про врача, который на антарктической станции Сам себе удалил аппендицию Я только что начала это гуглить, не поверите Потому что я тоже вспомнила эту историю И подумала, что... Ну, вас же не было тогда Ну, я эту историю видела А даже есть фотография, где он это делает И напротив него стоит большое зеркало И он прям сам себе животик разбирает Это прям вообще А я сейчас вспомню Так вот, кроме сертификата Еще сертификаты по программам BLS, ITLS, ACLS Подготовка по программам Извините, ну, ладно, я не буду это говорить в одно слово Почитаю по буквам H-U-E-T По-русски звучит просто неприлично, если слитно B-O-S-I-E-T Пакет морских документов для работы на судне Удовистрение личности моряка Загранпаспорт, СОЛАС Мореходная книжка И действующая медкомиссия Вот так вот Пока соберете все эти документы, уже пора на пенсию А мне хочется вспомнить Нашла я эту историю с врачом Катюш, прости, я тебя перебила Давайте уже скажем, как его звали Его звали Леонид Рогозов И он действительно в 61-м году В ходе 6-й советской антарктической экспедиции Провел уникальную операцию Вырезал сам себе воспаленный аппендикс Его в мире, в медицинском сообществе Сравнивали с Юрием Гагариным Но, как отмечается, ехать в Антарктиду После возвращения из рейса Медик больше не захотел Хотя ему предлагали Почему-то Так вот, я хочу вспомнить в очередной раз историю Помните, я рассказывала про дочку коллеги Которая один раз ее, ну, устроилась Обучаться медицинскому делу Потом бросила Потом ее коллега устроила В другую образовательное учреждение Эта основа бросила А ребенок сказал, что как бы Вот у меня родители молодого человека У них свой бизнес Они меня назначат там заведующей складом Или директором магазина И поэтому мне вот не нужно вот ваше образование Пойду сразу туда и буду сразу директором Так вот, Эля Пересмотри, пожалуйста, свою точку зрения Посмотри, сколько зарабатывают Профессиональные стоматологи Хорошенько подумай Возможно, Эля сделает выводы Ты нам потом об этом обязательно расскажешь У нас сейчас рекламная пауза А потом еще есть для вас новости Ну, до этого тоже была реклама Фактически Специальности Стоматолог И судовой врач Причем адресная реклама Эля И продолжаем мы эфир История о том, что мошенники не дремлютые И пока вы ищете способы сохранить ваши деньги Мошенники изобретают все новые способы Их у вас отнять Присоединяйтесь к обсуждению 45-09-45 Звоните к нам в прямой эфир Или пишите нам 8-921-045-1045 До чего дошел мошенничий прогресс Как сообщает известие Со ссылкой на один из крупнейших банков Теперь злоумышленники звонят гражданам И мало того, что представляются сотрудниками банков Если собеседник им не верит И говорит Нет-нет-нет Я вас знаю Вы меня обманываете Они перезванивают на видеозвонок И показывают человеку картинку Которая полностью имитирует работу отделения банковского офиса Ну, во-первых, я бы не сказал, что это новый вид мошенничества Он все тот же старый Мы переведем ваши деньги на безопасный счет Просто более продвинутая технология С использованием видео И на обычный телефон нельзя позвонить Видеозвонком Значит, людей отлавливают в мессенджерах Петр, вот обычный телефон Который вы подразумеваете Сейчас очень необычный телефон Очень у многих как раз смартфоны На которые можно позвонить на видеозвонок на мессенджере Я просто знаю, какой у вас телефон Вы мне его показывали Мне нельзя Вы ретроград, конечно Я старовер, а не ретроград Давайте вот не оскорблять коллегу в эфире Хорошо, телефон у Петра кнопочный Мы раскроем этот секрет Он комбинированный Он сенсорный Все-таки до такой степени В общем, мошенники до вас не доберут У меня еще не с круглым диском телефон Кстати, то, что номера гуляют Это на самом деле так Потому что сегодня мне, например В один из мессенджеров Пришло сообщение от какого-то нерусского человека Который мне предлагал купить чехлы На определенный телефон На определенной модели Я еще такая подумала сначала Думала, может быть, там ошибся Или кто-то просил, он там номер перепутал Я вот тоже Он мне ссылку прям бросил Я ничего не ответила Потом он мне еще раз ссылку бросил Потом я его заблокировал А меня все пытаются трудоустроить На один из крупных розово-фиолетовых маркетплейсов Мне каждый раз присылают сообщение о том Что вот набираются сотрудники Не заинтересованы ли вы Начать торговать Мне каждый раз подмывает Я, кажется, я знаю, о ком вы говорите Да, что торговец за меня не очень Мне на электронную почту пришло Тоже? Мы могли бы с вами там быть коллегами Понимаете, Петр? И там? Вашу маму и тут и там показывают А меня не зовут? Мы бы тебя пригласили Мы бы обгадали это все В вас не верим Наверное В твои продажные возможности Что ж Я в очередной раз Собственно, и мы каждый раз Когда разговариваем про мошенников Каждый раз предупреждаем вас Будьте внимательны к таким звонкам Предупредите ваших родственников Особенно возрастных О том, что не нужно вестись на такие провокации Никому и никогда нельзя сообщать Данные ваших банковских карт И тем более пин-коды Или коды, которые вас просят Прочитать в смс-сообщениях Никому и никогда Берегите ваши деньги Они вам еще понадобятся Учитывая то, как у нас все дорожает Моей старенькой маме Пару месяцев назад позвонили Она очень плохо слышит И по телефону тоже плохо слышит И она поняла, что вот с кем-то из нас То ли со мной, то ли с моим сыном Что-то случилось Вся изволновалась Но поскольку у нее нет ни карты Ни смартфона У нее бабафон Еще круче, чем у меня телефон Поэтому она немножко поволновалась А потом я ей позвонил В оговоренное время И она успокоилась Пришел, нет, по телефону успокоить было невозможно Я пришел и на пальцах В очередной раз объяснил Я тебе сколько раз говорил Что вот не надо Ну, она решила, что это внук ей звонил Говорит, ты что, голос внука не знаешь? Я так разволновалась Я говорю, зачем? Этим и пользуются машины Мама даже трубки не берет с незнакомых номеров А вот видите, это вот вы добились того Чего пытался добиться я А у меня была смешная история Правда, ну, уже, наверное, лет 10 назад Моей маме звонит незнакомый номер Она берет трубку И там такой плачущий мужской голос Говорит, мама, мама Мужской А я единственная дочь у моей матери И, значит, вот этот плачущий голос Мужской трубкой говорит Мама, мама, я попал в ДТП Мама как бы вошла в роль Говорит, у меня нет сына Там возникает У меня больше нет сына Там возникает секундная пауза После чего этот же голос Но натальность выше говорит Бабушка, бабушка Мама говорит Какая я тебе бабушка, сопляк Но когда я пришла домой Дома, меня ждала разборка Откуда, значит, у меня У вас сын У меня уже есть сын Которого мама не знает И он у нас попал в ДТП Так что, да Ой, смех и грех Будьте внимательны Будьте осторожны Берегите свои финансы Вместе со здоровьем Про которые мы говорили до этого Жюльнических штучек Больше всего Вот то, что лично Меня коснулось, понравилось У меня есть Друг женского рода Вот Ну она друг и моя, и моей жены А слово подруга не употребляется, что ли? Это не феминитив даже Слово подруга сейчас Такие коннотации, знаете Романтические Истолковываются по-разному Это друг мой и моей жены Понятно Она в Москве В очень большом банке Занимает очень большую должность Хороший друг И тут в одной из социальных сетей Мне приходит просьба Одолжить пять тысяч От нее? Вот От нее, естественно Вот Я сразу пишу Хорошо, чего? Евро или долларов? И человек там завял Вот Растерялся зря, понимаете? Не такой находчивый Да, да Видимо, начинающий Вот по этой схеме Стажер Это же не телефонный был Мошенник-стажер Это был не телефонный А Вот Переписка В соцсети Вот Я думаю, что у них Тоже же есть Вот как ученик токаря Вот это был ученик жулика Вот его на письменные Сообщения поставили А дорастешь, потом будешь Сначала просто звонки А потом видеозвонки Какая чудесная формулировка Ученик-жулика Это же просто прекрасно А вот, кстати, про переписку Скажите, вы давно писали кому-то письма Вот Или отправляли их Не вот служебные Не какие-то там Писылка документов А именно письмо И именно бумажное Вы виду бумажное Да Мне вот совершенно не нравятся наши ярмарки Которые устраиваются Новоровского Не вижу в них никакого смысла Сплошное столпотворение Но несомненный плюс для меня Который в них есть Это вот эти вот красивые открытки Которые есть возможность подписать И бесплатно отправить Вот это да По возможности Когда я на них поправляю То есть ты отправляла недавно А когда, ну примерно Ой, ну не скажу Ближе к Новому году С Новым годом, по-моему, да Так, Петр Я могу совершенно точно сказать Что я бумажные письма писал В Та-та-та-та-та В мае 93-го года Я был тогда На двухмесячной стажировке В Норвегии Вот А Интернета тогда еще не было Поэтому я писал Жене письма от руки И по факсу Посылал их В норвежское Генконсульство В Урованске Потому что я знал Генконсулы Вот А он Ей звонил Она приходила Забирала То есть он, конечно, тоже читал Вот Ну а как Факс Не прочитать Вот Но это было быстрее Чем, ну, представляете По почте Слать письма Вот Вопрос мы как раз В связи с тем Что у нас тут почта Опубликовала Информацию Которая меня на самом деле Повергла В такой хороший шок Северяне с начала года Вы только вдумайтесь С начала года У нас середина мая Отправили уже более миллиона писем Ух Причем Как сообщает Пресс-служба Нашего отделения Почты России Отмечается, что 50 тысяч Из них Ценные письма Первого класса И тут мы понимаем Что это, скорее всего Какие-то документы Пересылали А также у северян Пользуются спросом Бандероли Почтовое отправление С бумажной продукцией Печатными изданиями Крупнее и тяжелее письма За 4,5 месяца Через сортировочный центр Прошло более 64 Таких бандеролей Ну и самым популярным Видом отправления Стала посылочная Почта 67 тысяч Обычных посылок Отправили Жители Мурманской области Как утверждает Почта России Сотрудники сортировочного центра Оперативно доставляют Почту по 170 маршрутам Внутри региона Общей протяженностью Свыше 12 тысяч Трехсот километров А теперь я сразу А я вот сразу Вам дам Отлуп вашему Ох С которым Вы встретили Эту новость Потому что Точно такой же Повод Был у меня Для скептицизма Вчера Когда мы обсуждали Что у нас На 800 с хвостиком Пабликов Принадлежащих Госучреждениям области Имеется Аж 750 тысяч Подписчиков Мы тут догадались Что эти подписчики Это собственно Сами чиновники Которые друг на друга И подписаны Плюс журналисты Да Так вот Миллион писем На 750 тысяч Населения Мурманской области Включая младенцев И стариков Это чуть больше Одного письма И еще У меня Большой Вопрос Вызывает Формировка Жителей Мурманской области А жители ли это Или это Судебные приставы Пенсионный фонд Фонд Соцстрахования Страховые компании Какой вы Петр ГИБДД Петр сегодня Не просто в костюме Скептика А просто какая-то история Прям да Вы какие-то хорошие Поплазновения Скафандри Я прям веюч Скептицизмом Скептицизм Да Я просто Нет ну а как они Отличают письма Посланными организациями Для граждан И гражданами посланными Вот я реально Понимаете Я вот последнее бумажное письмо Написал в 93 году Петр вы не дорабатываете В вашем амплуа скептика Вы зоны не вспомнили Что у нас еще заключенные пишут Вот туда-то как раз Пишут настоящие письма Да Но вы видите Сложно этот миллион писем Отнести исключительно К зоновским писателям Ну не исключительно Мы добавляем да Служебную переписку Да Действительно Сейчас с письмами бумажными Все понятно Но вот посылки Тоже интересная история Я вот кстати Недавно получила посылку От своей коллеги С которой мы приятельствуем Из Удмуртии Вы знаете Мне было безумно По почте Да Мне было безумно приятно Получить вот эту вот коробку На почте России В которой была баночка меда Открытка Есть в Удмуртии Такие национальные штуки Которые называются Перепечи Это такие вот Да И вот там были перепечи Вот эти вот И значит Они пропали? Нет Все хорошо А это был Нет, я имею в виду Срок годности Я поняла Срок годности Это были перепечи Которые с начинкой Из орехов И чего-то там еще То есть они такие Как печенюшки Они как пирожки Не мясные Не мясные, да Вот И мне было так Безумно приятно Когда мы получали В деревне посылки Или из деревни Там с яблоками Или с чем-то еще Я хочу сказать Что это потрясающая история И я вот сейчас Собираю посылку В обратную сторону И как бы вот Я мысленно уже Собираю список Что же я отправлю взамен Я хочу сказать Что это такая Интересная штука Вот именно В плане эмоций Обмена Мы зря забыли Про историю С письмами и посылками И открытками тоже Ведь это Такой невербальный вариант А как приятно Получать такие посылки Детям Они же вообще не знают Современные дети Не знают этой истории С посылками Поэтому вот Следующая посылка От меня из Мурманска Отправится в Петербург К моей крестной дочке Я думаю Что ее шестилетний сын Будет абсолютно счастлив Который пойдет на почту За этой посылкой И потом будет ее распаковываться А он получается Ваш крестный внук Я крестная бабушка Боже мой У подруги Моей подруга Тоже есть в Петербурге У них прям традиция Вот они эти посылочки Друг другу тоже Бесконечно пересылают Отдельный вопрос Конечно Вот насколько это нужно Потому что зачастую В этих посылочках Та, которая из Петербурга Подружка У нее там тоже И сувенирки И какие-то Я не знаю Там бусики И какие-то шарфики Каждый раз То есть вот какое-то Ну простите За бедность речи Но барахло С одной стороны С другой стороны Там есть да Слушай, скептицизмом На тебя натянуло Я прямо оценила Наверное Что там Домашние какие-то консервы Еще какие-то вкусняшки Вот у них там прям традиция И когда вот Таня получает Она прям так радуется Радуется А вообще да Посылки, письма Если кто-то сейчас Переписывается с помощью писем Это вот какое-то Такое тепло У меня сразу Отсыл в детство И я себя очень ругаю Очень За то, что В свое время Я выбросила Очень много писем От родственников От подруг От молодого человека От моей первой любовью Когда мы разошлись Вот стопки вот этого Я просто вот взяла И все А это хлам Взяла и все вынесла В свое время Я перечитывала бесконечно И вот сейчас Я прям жалею Иногда вот хочется Особенно жалко писем Людей, которых уже с нами нет Я так очень безумно Жалею бабушкиных писем Которые я тоже Дурочка Вот в какой-то момент При переезде При перевозе Я от них избавилась В этом плане Нет ни оправдания А ты вот сейчас Кстати Какие-то там Домашние Заготовки Ты подумай У каждой хозяйки Свои домашние заготовки У каждой Помидоры из нас Разные закатаны И они не повторяются У меня вообще Ничего не закатано Когда ко мне подруга Из Питера приехала Это много объясняет Который живет У нее в холодильнике Мышь повесилась Вот Она привезла мне Приходила когда на эфир Вот у Оля С сыном с Лешей Они специально от мамы От Олины получается От бабушки Лешины Они привезли мне Вот как раз Вот этих консервов Ничего приятнее Я вообще не получала Вот эти вот Прекрасные помидоры У них растут Замечательные помидоры Огурчики Всякие вот эти вот Салатики Боже Так вот теперь Твоя очень что-то взаим Даже мой вброс Про французские духи Не вызвал У вас такого горячего интереса Я наблюдаю за вами Знаете как за теннисным матчем Я на вышке сижу судья А вы мячиком перекидываетесь Туда сюда Туда сюда Вы не забыли? Мы не забыли Я здесь Мы не забыли Мы с вами И у нас сейчас будет рекламная пауза За эфиром мы обсудим Помидоры Мы продолжим Вовлечем Петра в обсуждение В помидорные В помидорные баттлы А потом вернемся И расскажем вам еще кое-что интересненькое Ну что ж Продолжаем мы обсуждать новости Присоединяйтесь к нам Пожалуйста 45 09 45 Телефон прямого эфира Если у вас есть смс-сообщения Пишите в вайбер, ватсап Или просто сообщением 8 921 045 945 Катя у нас сегодня отвечает За то, что ваши сообщения Будут обязательно озвучены Я сейчас испугалась Как на экзамен Катя идет к доске Так а что Слушайте, по поводу посылочно-письменной Вернемся, да, все-таки Давайте добьем А вы не знаете Сейчас с проводниками Передают Запрещено категорически Нет, запрещено И передают Это не одно и то же Нет, они не берут Мне тут нужно было Кое-что отправить Есть специальная служба Ассуфлирует Евгения Жукова Но я тебе хочу сказать Что вот год назад После того, как у нас Мы вошли Страна вошла в режим СВО Перестал работать Вот этот почтово-багажный вагон И в поезде Ничего больше не отправить И когда А вот в годы моей студенческой молодости Когда я учился В городе Герой Ленинград Мне из города Героя Мурманска Мама, естественно Как всякая мама Посылала передачки Такая брезентовая сумка Вот А я ей Аловерды посылал На Невском И было Сейчас есть магазин Восточные сладости Что неправильно Потому что правильно Это восточные сласти Нам преподаватель Коренной петербуржец Там в 10-м поколении Сказал Вы поймите Сладость Это свойство женщины А халва Это сласть Надо же Да, вот такие языковые особенности И даже спорить не хочется Да Так вот Я ей посылал Все эти восточные сладости Или сласти Сумкой А она С этим там Допустим Сливочные колбаски Или там Сливочное полено Помните такое Да Вот Арахис Вот Казинаки И тому подобное Она с этим ходила В магазины Вот Дарила Там Продавщицам Кассиршам И когда Выбрасывали колбасу Она знала первое Да Ей звонили Приходите Колбаса выбросилась Да На лед Вот А мне она посылала Тоже Сладкие взятки Это были Вяленую желтоперку Божественной Совершенно Вот Тушенку По-моему Вот что-то такое То есть Вот Я ее Натуральный обмен Да Вот Минуя Всякую почту Ну к проводнику приходишь Денежку даешь Прошли те времена Это было быстрее Поезд шел Безусловно 26 часов тогда Потом Когда построили Скоростной участок Он стал идти 28 часов Ну это правда Это я не шучу Заметно ускорился На минус 4 часа 2 Как зарплаты Такая же история Отрицательный рост Да 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 вот Посылки Я вчера Извините Вот Ну понимаю Что Вы сказали Про отрицательный рост Это вот Новая русская Филология Хлопок Да 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 Понятно чего Отрицательный рост А вчера же я Вот В речи Услышал Что-то такое Как бы вспомнито Вот Ну это Должна быть Такая триада Вот хлопок Отрицательный рост И еще У меня еще есть Я подцепила Я не могу отцепить Скачок вниз Нет Но это не то Там Там вот Прямо Попробуют До конца эфира Вспомнить И огорошить вас Договорились Вы будете Смеяться И аплодировать Хорошо Мы если что С Катей готовы Ну а сейчас Мы с вами наблюдаем Во-первых Температурный Позитивный рост Да У нас Теплеет В регионе По сравнению С вчерашним днем И к воскресенью Нам синоптики Обещают За 20 градусов Вспомнил Ура Извините Я забуду Давайте Смотрели новость Невеселую Вчера Про то Что в Крыму На перегоне Севастополь Симферополь Сошли Несколько вагонов С зерном Я в восхищении От того Как это было Передано В пресс-релизе Железной дороги Из-за вмешательства Третьих лиц Понимаете Вот Ну Те самые коварные Третьи лица Не диверсия Какая-нибудь А вмешательство Третьих лиц А это ведь Кого угодно Кроме железнодорожников Можно назвать Третьими А кто же Вторые лица Почему эта формулировка Идеально подходит Для всего Подо все Да То есть как бы Абсолютно все Можно объяснить Как отрицательный рост Это да Это тайные Эти темные силы Раньше возможно были А теперь Третьи лица Кто вторые Это лица А первые Первые лица Железнодорожники В данном случае Кто вторые Про погоду давайте Интересно мне Да про погоду Что интересно Тепло ждет нас На выходные 20-22 градуса Ждет нас в воскресенье Да я просто К погоду привязываю К другой новости В Мурманской области Наконец-то появятся Первые благоустроенные Пляжи А синоптики Ну по крайней мере Федеральные Обещают Северо-западному Федеральному округу То есть нам Жаркое лето Поэтому мы все Теперь не будем Как эти Недисциплинированные Около Семеновского озера И на Урагубе Лежать На не Необорудованных Кто-то иногородний Нас услышит Вот впервые Первый день В Мурманске И услышит Лежать на Урагубе Да Но это же самый знаменитый Городской пляж Но Топонин Спора нет Топонин безусловно забавный Да Там же Там же еще рядом Теперь и Тереберка Как ее называют Тереберка Да Вот И опять Я ударился В воспоминания 96-й год Визит Президента Ельцина В Норвегию Вот Ну и тогда обсуждался Очень активно Вопрос с выбросами Комбината Печенгоникель Вот Ну и Норвежцы говорят Печенга Вот И наш президент Сидит за ними Печенга И Отечественные журналисты Тоже Печенга Вот я говорю Мужики Вот я оттуда Печенга Они на меня посмотрели Но президента Говорит Печенга И в эфир Давай гнать Печенгу Так Печенга И прослали После Левиафана Я помню сюжет На телеканале НТВ Где стоит журналист На въездном знаке В Териберку И так прямо Вот от души Говорит Вот она Вот она Та самая Загадочная Мурманская Териберка Как можно вообще Вот эти вот На самом деле Журналистские ляпы Особенно на федеральных каналах Меня просто Да ладно Журналистские ляпы А самые знаменитые ляпы Кинематографические Наверное Последних лет Турецкий Гамбит Смотрели Да Вот там где Бычков Говорит Да Был я в городе Мурманске Да 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 До неба Дочихнуть можно Да Вот там что-то такое Просеверное сияние Да действительно Мурманск в 1877 году А я тогда кстати Была в кинотеатре И вам не передать как зал хохотал На этом моменте То есть просто взрыв хохота был И потом еще долго не успокаивались Я таки дочитаю новость про пляжи Потому что сейчас По ту сторону радиоприемников Сидят люди и думают Когда они закончат трындеть И скажут где Где появятся Да мне тоже интересно кстати На 49-м километре Серебрянского шоссе По направлению в Териберку И Урагубу Появится благоустроенный пляж Там будут Подождите Где Урагуба И где Териберка Видно и там и там И ровно на 49-м Ну Елисеев Наш комитет по туризму Об этом сообщает Все понятно Что ничего не понятно По разной стороны залива Извините Так и не пляж Ребят Не пляж не один А пляжи Вот Чем будет отличаться Пляж благоустроенный От дикого Там будет Табличка Табличка Совершенно правильно И там будет Заключен договор На вывоз мусора И установка Не табличек А инфо счетов Разработанных По дизайн проекта А инфо счеты О чем Ну очевидно о том Что нельзя мусорить Заплывать за буйки Вот я честно говоря Этого абсолютно не понимаю То есть вменяемый человек Не в курсе Что нельзя мусорить Что мусор с собой Нужно в пакетик упаковать Ой но судя по количеству Мусора не в курсе А вы думаете Вот табличка О том что нельзя мусорить Как-то будет Способствовать Дисциплинированию Таких людей Нет Я надеюсь что мусорный бак Будет как-то способствовать Дисциплинированию А мне вот из всего перечисленного Не хватает другого Для меня пляж Благоустроенный Это хотя бы вот эта вот кабинка Где можно Переодеться Да А тут не перечисляется А еще обязательно надпись Должна быть за буйки Не заплывать Вот она возможно Кстати будет Буйков не будет А надпись будет А надпись будет Да Ну и пристегнем К теплым выходным Которых мы теперь все с нетерпением ждем Новость от мурманских статистиков Мурманск стат посчитал стоимость пикника с шашлыком Тематично Да И во-первых мы удивились от того Как по какой системе рассчитывался Этот продуктовый набор Помимо стоимости шашлыка В эту цифру включены также овощи Майонез Хлеб Алкогольные и безалкогольные напитки Кетчуп там тоже есть Кетчуп там тоже есть И есть три варианта Шашлык значит любителей С говядиной Со свининой И с курицей Так вот самым дорогим Будет пикник За 3613 рублей Да безусловно Это шашлык который будет Из говядины Стоимость шашлыка Из свинины Обойдется в 3117 рублей И стоимость шашлыка из курицы 2820 рублей И еще раз давайте уточним Стоимость не шашлыка Пикника Как блюдо А как шашлыка Как мероприятие Потому что там Вот во всех этих трех позициях Ну в зависимости мяса Указан вес мяса В кило 300 граммов Да и помимо мяса Там соль, перец, лук, майонез, кетчуп Хлеб Причем хлеб ржаной, хлеб пшеничный Картофель Бутылка водки 0,5 0,5 Бутылка вина 0,7 0,7 И бутылка пива Полтора литра Ну либо 3 бутылки по 0,5 Да, это вот алкогольные напитки Позиция включена Вот в таком составе Я посчитал, что если Кило 300 мяса Ужарится, ну до килограмма Ну вот Поделить это на 4 По 250 грамм шашлыка На человека Что в общем-то нормально Вот с овощами Это можно долго Хлебом, как мы выяснили еще Ну и получается, что Алкогольный набор На четырех человек Из расчета, что один Ну поскольку мясо на четырех Значит и выпить это нужно На четырех Значит один человек Выпит полтора литра пива Второй выпит бутылку Целую сухого вина А двое Уполовинят пол-литровочку Нет По-моему это перебор Подождите, Петр Это возможно два мужчины Один предпочитает водку Другой пиво И две женщины Которым по полбутылки вина Ну вы знаете Бутылку водки Это как-то совсем уже По-моему А если под закуску А если долго Под разговорчик А закуска тут рассчитана Вот Петра Петра поразила Алкогольная составляющая Я поразил майонез Больше всего Майонез тоже А у меня хлебное Ржаного хлеба Почти полкило Четыреста граммов И белого хлеба Четыреста граммов Куда столько На вот этих вот Четверых человек Как мы посчитаем Жарить Жарить Может быть это тогда Не на четверых Может быть это на восьмерых Там допустим По сто двадцать пять Грамм порция шлака Много овощей Вот Я не понимаю зачем майонез Может быть мариновать В майонезе и луке тогда Вот для этого майонез Не Многие все равно Любят до сих пор Мясо мокать Да ладно Даже Я не просил Нет Что еще отвратительнее В китченес Это майонез с кетчупом Когда все это смешивается И туда А вот это как раз Куда катится этот мир О Чуть-чуть Не говорила ничего Я вообще не ем майонез Выяснили мы Для каких На какую целевую аудиторию Данный набор Ну вот статистики Иногда поражают нас Такими историями Вы кстати шашлык Из кого предпочитаете Ну я куриный в основном Главное чтобы он был Не слишком сухим Я вообще Я свинюшку-то люблю Но желудок Моя не очень любит Поэтому к сожалению Ограничиваюсь курочкой Петр А мне нельзя Вот так А я люблю больше всего В жизни я люблю Шашлык из баранины Ну из всех шашлыков Но хороший шашлык Из баранины Это во-первых Хорошая баранина Во-вторых Хороший повар Ну и в-третьих То что мы уже упомянули Очень качественный маринад А маринадов шашлыка Сейчас столько У меня прям слюна сразу Но вот самый вкусный шашлык Который ела я Это был шашлык С минеральной водой С солью, перцем Лавровым листом И луком Вот это было безумно вкусно И вот больше не повторялось К сожалению В моей жизни Самый вкусный Не совсем шашлык Я ел наверное В 12 лет На озере Рица Вот мы с отцом И моим двоюродным братом Поехали туда на экскурсию И там вот на озере Были такие деревянные По типу чума Вот И там над открытым огнем На большом металлическом крюке Висели куски мяса Большие И вот То есть они уже были готовые Видимо Скорее всего Все таки копченые Его просто на открытом огне Разогревали Вот И на порцию нарезали Это было безумно вкусно Вот Я естественно В те годы не понимал Ни какой это Вид мяса Говядина Или свинина Или баранина Или что Ну вряд ли баранина Потому что Куски были очень крупные Вот Безумно вкусно И Хотелось еще Но надо было ехать И понимаете Вот Прошло 50 лет А у меня Я вспоминаю У меня слюна бежит А вспоминается Да Ну и если вы Таки соберетесь На пикничок с шашлычком То Напоминаем вам о том Что необходимо В лесу соблюдать Правила пожарной безопасности В лесу категорически запрещено Оставлять или сжигать мусор Бросать непотушенные окурки Курить вообще вредно Выжигать хворост Лесную поселку Сухую траву Оставлять промасленные Или пропитанные Горючими средствами Ткани Бумагу Разводить костры В пожароопасный сезон В необорудованных для этого местах Использовать пиротехнику Или транспорт Транспорт Выдающий искры К вопросу про пожар лесный У нас по-моему пару лет назад Да Летом прям горели леса Знатно Поэтому каждый раз Когда вот вы идете Убедитесь Что если вы разжигали костер И делали все правильно Убедитесь Что вы его потушили Прежде чем Забирайте пожалуйста мусор Ну не так много Вы его после себя оставляете Ну что сложного Сложить в пакет Доехать до города Выбросить в мусорный контейнер Очевидно Вот этот вот Вопл души Нужно будет завершить Новостью о том Что у нас 20 числа Завтра будут субботники Будут Причем не просто субботники А прям масштабная уборка Береговых линий городских озер Так что если вы хотите Речь про Мурманск Речь про Мурманск Так что если вы хотите С пользой провести время Ну по крайней мере Какую-то часть субботы А потом с чистой совестью Пойти отмечать Доброе сделанное дело Шашлычным пикником Семеновская Куневая Средняя Глубокая Ледовая Ручьи Чистый С 20 числа в субботу Здесь будет проходить уборка С 10 утра Организаторы обещают И перчатки выдать И мешки для сбора мусора Да И тогда По локациям пробежимся В Первомайском округе В субботу В 10 утра Всех желающих приглашают Принять участие В уборке чистого ручья Около дома 107 на Кольском проспекте Будут вас ждать организаторы Со всем Вот тем полезным Что вам пригодится Также в районе Разворотного кольца Автобуса на Крупской И зоны отдыха На набережной озера Ледового Будут волонтеры И те К кому вы сможете присоединиться В Октябрьском округе Уборка начнется В 11 часов Озеро Окуневое В районе дома Полухина 9А И возле остановки Напротив Мурманского Обоснового клинического Многопрофильного центра На улице Ломоносова Жители Ленинского округа Вас будут ждать С 10 часов У озера Семеновское Семеновское На береговой зоне На улице Александрово В районе поворота К центру образования Лапландия И в зоне отдыха В районе лодочной станции И в 11 часов Уборка будет начинаться Около домика моржей И в Териберке По-моему тоже И в Териберке В этот же день Или в воскресенье Нет В Териберке В Териберку Нужно собираться Аж на 27 число Потому что Мне кажется Что Териберку Все-таки спланировать Несколько сложнее Но если вы хотите Провести субботник Не на берегу озера А фактически На берегу Баренцева моря То 27-го Я бы сказал Северного Ледовитого океана Я не люблю вот эту историю Особенно я не люблю Когда туристы Вот это вот сбегают Макнутся На пляже Около ресторана А потом Я купался в океане В Северном Ледовитом Причем еще Вот это вот начинается В ем же Не в тихом же В Баренцево море Ничего не знаю Баренцево море Акватория Баренцево море Ригуристка Это прозвучало так нежно Что я теперь даже не знаю Обидится мне или нет Нет, это был комплимент Тогда я начинаю красиво Удивительное дело Да Вот Субботник Всегда Во мне вызывает вопрос Почему люди Которые не мусорят Будут убирать за теми Кто нагадил А так как обычно и происходит Ведь на самом деле Я вот уже вспоминала историю Что мы раньше с друзьями Когда ездили в Териберку И вставали лагерем На несколько дней Мы даже когда шли наверх Вот от водопада От батарейского Мы шли наверх к батареям Мы с собой брали Эти черные огромные мешки Я когда первый раз Вот в этой компании пошла Я когда увидела Что они берут мешки Я говорю А что собирать что-то будем Они ржут говорят Да, будем И вот мы поднимаемся И около этой батареи Жестянки из-под пива Но ты зараза Целые эти жестянки С пивом донес Выпил его там А обратно тебя Что силы покинули Так вот я все что и говорю О слаб О слаб И не смог спуститься Наверное да Вот вытащить все это Не смог Поэтому да Действительно Как правило собирают Те кто не причастен К бардаку Присоединяйтесь Выбирайте удобную Для вас локацию Участвуйте Ну и дальше у нас Еще одна экологическая новость Которая прямо К субботнику Хорошо присоединяется В Мурманске объявили Майский сбор Пластика, ветоши и втулок Вторсырье будут принимать Завтра и послезавтра То есть 20 и 21 мая С 12 до 17 часов Волонтеры организации Природа и молодежь Привезти можно Бутылки, канистры Крышки от бутылок Флаконы из-под косметики И бытовой химии Пакеты, упаковочную пленку Алюминиевые банки Фольгу Там правда большое ограничение На виды пластика Вот Которые нельзя будет сдать А у меня все это вызвало Абсолютное умиление Потому что еще 50 лет назад В городе Мурманске Было несколько человек Которые вот в трудовой книжке Было наверное так официально и написано Старьевщик Вот Это были в основном татары Вот Они приезжали С такой телегой Вот И собирали ветошь Макулатуру Что там еще Всякое разное А Они могли деньгами За собранное заплатить А могли Выдавать разными штуками Я помню Одну штуку Она называлась Уйди-уйди Это такая пластиковая Трубочка На которую надет был воздушный шарик Ты надуваешь через эту трубочку шарик Потом отпускаешь И через специальное такое устройство В этой трубочке Воздух выходит и пищит Вот Весь двор после прихода дяди Карима Значит Начинал бегать и пищать Я представляю Как это нравилось родителям нашим Да Ну да Я же хочу тогда завершить эфир Тем что если вы К старьевщикам собираетесь Из природы и молодежи Они пищалку вам не дадут Они пищалку вам не дадут Но будут ждать вас Со всем вот этим вот ненужным На улице Володарского 14А Домофон 63 А мы на этом завершаемся И все-таки Я не могу не позудеть По-стариковски Раньше Сбор вторсырья Приходил к тебе А теперь Ты сознательный человек Должен еще пойти К этим замечательным Молодым людям Из природы и молодежи Отсортировать Все помыть Все помыть нужно обязательно Дядя Карим был сам Потому что доброе дело Должно быть Добро должно быть деятельным Вот вы хотите сделать доброе дело Вот соберитесь и сходите Ну Это же не трудно Прогуляйтесь Погода будет хорошая Ни за что Буду ждать дядю Карима Теплых вам выходных И хороших новостей Всего доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok